Недостаточность защиты капитала от валютных колебаний, трудности с выходом на мировой рынок, отсутствие развитой финансовой инфраструктуры, высокая цена кредитных ресурсов, частая смена подзаконодательных актов, не позволяющая приспособиться к ним, сложности в планировании прибыли при отсутствии административной связи. Теперь вы знаете, решение есть. Это США. По рейтингу Всемирного банка Doing Business, отражающего благоприятность условий для ведения бизнеса во всем мире, США занимает восьмое место, обогнав многие европейские страны, не говоря уже о странах СНГ. И это неудивительно. Создавая компанию в США и получая нужные разрешения, вы не столкнетесь с бюрократическими проволочками и не встретитесь с чиновниками, ожидающими от вас взятки. Вы попадете в конкурентную среду, где именно бизнес имеет значение. За последние несколько лет наблюдается возросший интерес бизнесменов из Украины и стран СНГ к американским фирмам. Относительно при небольших затратах у вас появляется не только американская компания с банковским счетом, но и много других преимуществ. Возможность осуществлять эффективное налоговое планирование. Доступ к большому рынку с платежеспособным спросом. Возможность для учредителей и инвесторов в перспективе получить грин-карту или гражданство США. Налоги на корпорации в США. Налогообложение США определяет три вида налогов. Это федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги. Федеральные налоги одинаковые для всех корпораций и платятся во всех штатах США. Начисляются на чистую прибыль компании. Каждый штат имеет свое собственное корпоративное и налоговое законодательство. Есть штаты, в которых ставка налога составляет 0%. Это Невада, Вайоминг, Южная Дакота и Техас. Местные налоги в США зависят от города или района, где физически находится реальный офис компании. Если вы хотите создать бизнес в США, мы обязательно вам с этим поможем. Обращайтесь к нам за личной консультацией. С вами была Елена Секан. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!